приветствую всех любителей суккулентов на моем канале благодарю вас всех за лайки за донаты подписки и комментарии мне очень приятно ваше внимание и сегодня мы с вами будем сажать садик я сегодня буду рассказывать как правильно за ним ухаживать потому что вопросов возникает очень много ну и конечно отвечать лучше мне кажется здесь чтобы любой человек мог имел возможность посмотреть и еще раз как-то освежить в памяти что же все таки нужно делать сажать буду в горшочек вот эти вот растения которые у меня вот тут вот в контейнере подготовлены как всегда все они будут разные будет желтый коричневый фиолетовый голубой и вот такой многоцветный розовый розовый желтым тут зеленым может быть еще травку какую-то добавлю обязательно добавлю каких-то камушков для красоты ну вот посмотрите сажаю в своем собственном стиле как всегда чтобы было плотно красиво ярко все разное все вместе я люблю чтобы все садики у меня они всегда посажены на мой вкус как мне нравится надеюсь вам такие садики тоже понравится если хотите сажайте сами также ну или можете купить у меня уже готовый итак приступаем сначала конечно же нужно очистить корни корни нужно очистить от сухого грунта я всегда держу свои растения в сухом грунте потому что в любой момент их можно пересадить пересадить можно только из сухого в сухое если грунт у вас влажный а нужно пересадить я не пересаживаю такие растения потому что когда мы очищаем корни пересаживаем в любом случае какое-то повреждение корней происходит естественно что если есть повреждения образуются какие-то ранки если есть влага на этих ранках образуется гниение сейчас я вам покажу поподробнее вот смотрите что у нас есть корни корни которые мы видим это не те корни которые питают растения это те корни которые удерживают растения в земле питают растения всасывающие корешки они очень маленькие они напоминают какой-то пух или даже плесень если вы вытаскиваете растение из горшка и там видите что то такое белое вот это скорее всего есть всасывающие корешки конечно когда мы растение вынуждены пересаживать эти мелкие мельчайшие просто корешки которые тоньше волоска они не могут сохраниться они естественным образом повреждаются остаются только вот эти корни это хорошие корни конечно но они питать растения не могут поэтому растение если вы сейчас посадите в землю начнете поливать питать питаться она не сможет она не сможет всасывать потому что всасывающих корешков у него нет вот такая вот у нас красота продавалась под названием металлика не знаю что из нее будет мне кажется очень похоже на деби но деби вот которая моя деби она у меня такая была красивая сумасшедшая бордовая летом я думаю что даже если это окажется не металлика а все-таки деби я думаю что хозяйка не пожалеет растение будет необыкновенной красоты сейчас я даже вам покажу свою чтобы мы могли с вами сравнить вот я нашла свою металлика деби и вот вот это ну конечно не один в один но по моему очень даже похоже вот на моем растение есть сейчас небольшие следы какие-то пятнышки это потому что я его обрабатывал я периодически конечно обрабатываю растение без этого не обойтись и от препаратов немножко на некоторое время остаются такие пятнышки которые потом со временем исчезают ну вот сейчас не в лучшем виде конечно ну но зато я уверена что растение будет живым и здоровым будет меня долго радовать так и что же напоминаю вам получается что растение у нас без корешков ну что да но без корешков какое-то время она не может всасывать ну ничего страшно ведь суккуленты же они же не зря у нас суккулентами называется это суккуленты от слова сукос что означает сок то есть это растение которое внутри себя могут запасать большое количество жидкости большое количество влаги которая позволяет им пережидать долгие времена без полива причем суккуленты ну вот действительно реально долгое время могут находиться без влаги без полива их им бывает достаточно просто утренней росы когда из-за перепадов температур например после ночи до утром когда теплеет или бывает вечерняя роса когда резко холодает образуется конденсат вот тоже корешки корешки хорошие красивые я их обрезаю обязательно кахифитум а виферум яйценосный красивый голубой оттенок вместе с нашей металликой будет чудесно дополнять друг друга так на чем же мы остановились с вами остановились мы а корешка растения не имеющие всасывающих корешков питаться не может через корни даже если очень сильно хочет ну как бы давайте подумаем хочет ли растение кушать ну конечно хочет точно так же как человек например который перенес операцию по на желудке к примеру до кушать он естественным путем не может потому что он перенес операцию кушать он не может хочет ли он кушать конечно хочет можно ли ему поесть то что он хочет не знаю котлетку вкусную картошечку жареную там что-то супчик какой-то борщ конечно нельзя ему покушать то что он хочет потому что у него не работает желудок соответственно он не может впитать питательные вещества переварить пищу правильно ее усвоить точно так же и суккуленты которые лишены всасывательных корешков они какое-то время не могут впитать питательные вещества но естественно они хотят да они хотят но к сожалению какое-то время не могут и даже если мы им дадим эти питательные вещества то скорее всего это нанесет вред растению потом точно так же как человеку перенесшему какую-то операцию на желудке совершенно противопоказано поесть картошечки с котлеткой то есть нужно какое-то время соблюдать какую-то определенную диету точно так же растение после пересадки мы сажаем обязательность сухого грунта в сухой после этого на несколько дней оставляем их в покое чтобы ранки которые образовались на корнях могли затянуться когда ранки затянулись мы можем простимулировать у растений образование корней как же нам это сделать если мы просто польем почву то растение окажется в какой-то влажной среде корней всасывательных еще нет всасывать она не может но уже сидит в какой-то влаге тепло и влага сожалению скорее всего будут провоцировать развитие каких-то гнилостных бактерий бактерий очень любит когда тепло и влажно вот скорее всего они начнут развиваться в этой почве а наши суккуленты они у нас просто по своей природе не имеют иммунитета к тем бактериям которые у нас живут во влажной среде потому что сами то суккуленты в природе живут в сухой среде и своего природного иммунитета в борьбе с этими бактериями не имеют хотя другие растения домашние вполне себе нормально живут во влажной среде легко это все переносят но не суккуленты суккуленты иммунитета такого не имеют поэтому наша задача чтобы они сидели в сухости но при этом отращивали новые корешки для того чтобы растения простимулировать по отращиванию новых корней нужно показать ему что влага где-то есть то есть не сразу не поливать то место в котором он сидит чтобы во влажном он сидел а нужно показать ему что влага где-то есть чтобы растение почувствовала и суккуленты растут в тех местах где полива сверху то дождя может не быть несколько месяцев но как-то же они растут растут они за счет того что питаются влагой которую они достают своими корнями надо добавить еще немножко сюда мне керамзита я ставлю горшочки в которых есть нижние отверстия я их размещаю на поддон с водой когда они у меня на поддоне с водой то вода поднимается невысоко то есть промачивается только нижний слой почвы растения сами наши корешки коротко обрезаны они по-прежнему остаются в сухом растение с находятся в сухой почве но при этом они чувствуют что где-то близко влага есть этого достаточно для того чтобы простимулировать их тянуться корнями туда где они чувствуют влагу и это в нашем случае именно то что нам нужно чем быстрее растут корни у растения чем длиннее и мощнее корни тем потом крепче и здоровей будет само растение поэтому я рекомендую садике ставить на поддон с интервалом допустим раз в пять дней поддон воды наливать немного держать сам горшочек на поддоне с водой минут 10 не больше чтобы очень сильно вода не поднималась вверх достаточно вот примерно на одну треть может быть просто для того чтобы растения почувствовали что влага где-то есть близко и захотелось бы им туда дотянуться вот потом горшочек через 10 минут на горшочек снимаем с поддона и ставим просто в какое-то светлое место ни в коем случае я не рекомендую ставить горшочек ваш с растениями которые еще не укоренились ставить их под лампы потому что лампы очень сильно сушат растение может запросто погибнуть если она еще не может пить всегда его лучше держать в таком месте где бы она не пересыхала потому что но естественно если пить она не может а вынуждены испарять потому что на него светит яркое солнце или лампы лампы кстати очень сильно сушит растение имейте это ввиду вот новички я не знаю сталкивается насколько они знают любители суккурентов я вот например не знала потому что я вплотную под лампами начала растение держать только в этом сезоне вот осенью я поставила свои растения под лампу я столкнулась с тем что мне очень сложно было организовать правильный полив и к сожалению растения мои пересыхали я даже считаю что этого времени этого года этой зимы да вот эти три четыре четыре пять даже месяцев пока растение у меня под лампами мне не хватило для того чтобы полностью как-то разобраться с поливом какой все-таки должен быть полив я осталась ну как бы недовольна до результатами этой зимовки вот потому что ну вот как-то не так не получила тот результат который я хотела вот все конечно неплохо в целом да ну как бы слава богу перезимовали как видите вот растение выглядит прекрасно я считаю вот замечательные красивые суккуленты но я думаю что это все-таки больше благодаря их природной склонности к адаптации чем в данном случае каким-то моим супер возможностям просто суккуленты прощает некоторые недостатки в уходе ну что ж мой горшочек почти готов я добавляю бирочку на которой можно писать какие-то пожелания бирочка многоразовая вот добавляем камешки которые мне нравится чтобы закрыть грунт так красивее ну так вот что касается полива вот в принципе и все раз в пять дней ставить на поддон корни растения будут тянуть туда где они будут чувствовать влагу этого будет достаточно суккуленты очень хорошо быстро отращивают корни и все первые две недели растения могут выглядеть немножко сморщенными и уста это нормально пока они не начнут пить и потом в один какой-то прекрасный день вы увидите что растение распрямила свои листочки все растения да кто-то лучше кто-то чуть позже так бывает вот но в целом вот где-то первые две недели это нормально если немножко они выглядят такими немножко выглядит как бы вялыми или чуть-чуть сморщенными вот такой существенный горшочек у нас получился мне кажется отлично вот еще такая наклеечка в подарок по моему подарок удался вот так ну что ж я рекомендую поливать нижним поливом через отверстие удобрять не нужно потому что в горшочке я уже добавляю все что необходимо правильный грунт обязательно там уже содержится биогумус удобрения длительного действия поэтому вот такой простой уход рассаживать ну не знаю часто спрашивают надо ли рассаживать и как быстро я бы честно говоря не рассаживала мне очень нравится то как выглядит мои растения вот именно в горшочках не знаю нравится ли вам раз покупаете наверное тоже нравится я бы не рассаживала в течение года здесь растением совершенно достаточно абсолютно всего нужен только аккуратный полив светлое место ну и все ваша улыбка ваши счастливые глаза как наблюдайте за растениями наслаждайтесь их видом отдыхайте вместе с ними душой радуйтесь пускай все у вас будет хорошо а я сейчас сниму видео при солнечном свете и добавлю его чтобы вы могли полюбоваться на этот горшочек с разных сторон вот такой горшочек у нас сегодня очередная композиция голубой пахефитом авиафером рядом с ним такой цветной многоцветная на комсерос санрайс фиолетовая эхиверия металлика желтый все думну с баумера это гилва что означает янтарная сейчас она просто такая какого-то коричневого непонятно зеленого оттенка но когда солнышко на нее посветит она приобретет волшебный янтарный оттенок вот такой горшочек всех я поздравляю с весенним днем желаю прекрасного настроения будьте счастливы пускай ваше растение радует вас много-много минут